Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Александр Яковлевич Соловьева, Григорий Семенович Цинмана Это такая глыба спектакля «Дюймовочка», «Горбунок», «Наливные яблоки», «Снегурочка» Очень простая история, много шума из ничего И кульминация определенного этой серии явился сегодняшний, завтрашний день Это серия, как я уже сказал, «Опыт учеников наследия мастера» Гастроли у нас МХТ имени Чехова Причем хотелось бы заметить, что впервые в здании и в Тюзе вообще И в современном здании Саратовского Тюза Проходят гастроли МХТ имени Чехова И здесь у нас два дня будут проходить спектакли По пьесе Александра Бампилова «Прошлым летом в Чулимске» Режиссером этого спектакля является у нас Сергей Пускепалис Заняты ученики Наследие действительно мастера Саратовского Тюза Здесь у нас Владимир Тараснов и Игорь Хрипунов у нас здесь представляют Поэтому я считаю, что это определенный показатель работы Саратовского Тюза Который воплощен в том числе, как говорит Олег Павлович Рубаков Запуская руку иногда в Саратов И вынимая определенные алмазы, ограняя их И в дальнейшем мы можем представить на сегодняшний день Саратове Да нет, так все знаете, официально очень все, конечно, это здорово Мы любим официоз, но мы хотели бы как-то внести такую нотку, что ли, не официоза А наоборот как-то по-домашнему, по-теплому, как мы любим, умеем Как вообще в Саратове все это происходит И приехали к себе домой, многие из нас И это здорово, и мы тут все счастливы И слезы текут, и радость, и переполнять Столько друзей, столько знакомых, лиц прекрасных Это здание, нет, не родное Родное мое здание, это вот С левой стороны отсюда 150 метров На которой сейчас в очень жалком, плачевном состоянии Но говорят, что, я вот даже прочитал, что, к сожалению Недавно буквально на заседании правительства Саратовской области говорили С сожалением о том, что трудно осваивать эти действия с лишним миллионов Которые выделены на восстановление и вроде бы как Я прочитал там нехорошее слово Вроде-то перепрофилирование этого здания Против чего бы я активно очень выставал Вот все Нет, не родное, все остальное, многое родное Потому что вот эти люди, которые вот здесь, в галерее Это люди, с которыми я работал Люди, которых я помню Люди, с которыми я прожил хорошую, счастливую жизнь И очень многому у них научился Вот, это всегда домой приятно возвращаться Но я считаю, что я и не уезжал, я просто играю в выездной спектакль в Москву Что такое Чехов через 10 лет после того, как его поставил в ГИТИСе? Вот так, да? Правильно? Я сформулировал сейчас Да, но естественно, что прошло какое-то время, прошло какое-то осмысление Возникла возможность сделать это в серьезном театре С серьезными, уже достаточно такими зрелыми Как сказать, ну, более опытными артистами Не в такой студийной стихии И мне кажется, это более уже полнометражное кино Чем там студенческий отрывок Ну, хотя там тоже я знаю, что там было очень много находок И интересных вещей Вот, это уже более такая полнокровная, как бы, история Созревшая окончательно Уже исполняемая людьми Ну, мною очень любимыми И талантливыми, ну и так далее Не буду дальше распространяться Иначе нам не хватит пресс-конференции Вот, все Все, возникла такая ситуация И, конечно, и в первую очередь, конечно Это тот же самый ушлый ум Олега Павловича Табакова Можно так назвать еще Да, правительский, ушлый, точный К которому я пришел, когда мы обсуждали с ним наименование Ну, после дома, который я поставил в МХАТе Мы начали обсуждать следующее наименование И долго, ну, даже недолго бродили Он сказал, я видел Чулиимского Он приходил на него Был очень неудачный спектакль, по-моему, провальный Тогда, ну, такой был А он сказал, что, ну, что-то он в нем увидел Ну, был такой вариант Тогда проката этого спектакля И Олег Павлович мне сказал, что давай попробуем Я не смог отказаться Тогда это было достаточно интуитивно То есть это было такое немножко Так что не сильно во владении Ну, не сильно во владении профессии То есть донесение задачи Да, это было, потому что мы все равно Мы это делали в ситуации братства такого студенческого Да, такого взаимодоверия Здесь я уже столкнулся И понятно, что это уже и касса Это и экономический какой-то момент существует Ну, это вообще минимально для меня Но самое главное, это уже люди, которые, так сказать, уже профессионалы Поэтому надо, ну, и, мне кажется, тут все Такой джаз, который предполагался вампиловым в этом спектакле Он здесь, мне кажется, существует у нас Сынограф Алексей Ватиков Я хотел вам представить его Это замечательный художник, который неоднократно уже позиционировался, так сказать И работал в Москве И это мой главный художник еще в магнитогорской драме, которую я возглавлял все время У нас с ним длительный контакт И все равно у нас хитрые некое пространственное решение Этот спектакль игрался уже на больших сценах Это не первый случай, когда Чулимск играется в другом пространстве С другим количеством зрителей То есть это нормальная практика Наша сценография предполагает разное количество людей, пространство У нас есть замечательная Надя, которая решает эти вопросы Я думаю, мы вас не подведем Знаете, я бы хотел в первую очередь, перед тем, как ответить на ваш вопрос Представить здесь участников этого спектакля Это Нина Гусева, Индане, Михаил Михайлович, Владимир Александрович, мой учитель Юра Анатолий, Стас Дужников, Игорь Хрепунов, Юля Чебакова Это все участники сегодняшнего спектакля Я очень рад их сегодня всех видеть здесь И мне очень... я просто думаю, вдруг не зададите такой вопрос Я на него заранее отвечу Мне очень ответственно на этой сцене сегодня Ну, на той было бы еще ответственнее, конечно На этой тоже ответственнее Но все равно иди до дна Театр юного зрителя имени Киселева Сегодня показать вам наши соображения По поводу тех тем Под названием «Прошлым летом в Чулимске» Надеюсь, что сегодня все... Надеюсь, что пройдет хорошо Может быть и по-другому Никто не застрахован ни от чего Но тем не менее, для меня это очень ответственно Я очень рад, что нас, Владимир Александрович, Игорь Хрепунов, вообще местные Нам очень ответственно это все Но я думаю, что наши друзья нас поддержат В этом сегодняшнем порыве И не будут стараться И не будут стараться, а просто Поинтересуются друг другу И друг другу И как-то будут работать Конструктивно и правильно Это я параллельно смещаю сейчас репетицию С интервью И отвечая на ваш вопрос Какой вопрос задали? Есть планы у нас Анатолием, у нас есть планы Но они такие Они связаны со временем И с логистикой жизненной Если мы сейчас их обсуждали Если что-то возникнет Я с удовольствием Потому что я должен тому театру По-хорошему, в человеческом смысле Я должен здесь что-то сделать И обязательно сделаю Просто вопрос сейчас Логистики человеческой Желание есть Просто надо распределиться Во времени, в пространстве Тех обязательств Которые уже существуют И, конечно, я бы с удовольствием Что-то здесь бы сделал Не что бы, а сделаем Обязательно Просто вопрос времени Прежде чем переходить К конкретике какой-то Которую вы начали Всегда я очень осторожно К этому отношусь И прежде чем заявлять Что-то на публику Надо иметь определенные договоренности Поэтому здесь Ну, скрывать не будем Сговор Сергеем Какой-то определенный Осуществляется Но я говорю еще раз Это он не секретен Но чтобы заявить На публику открыто Надо вначале его осуществить Не надо заявлять Какие-то инициативы Надо заявлять Результаты Которые имеют реальность Мы вот сейчас Были буквально Полчаса назад В юридической академии Которые у нас Первоначально состоялся Ну, сговор Если помните Еще В апреле месяце Которым Мы договорились Совместно сотрудничать И там Прежде всего Тоже молодежь Ну, активно Интересовалась Творчеством Определенными Наработками И мы здесь говорим Еще раз Недостаточно просто Определенно заявиться Нужно всегда Потихонечку Потихонечку Иметь результат Если будет Уже конкретика Поверьте Я скорвать Не от саратовской кугли Ни от кого не буду Я не являюсь Ни саратовцем Я не являюсь Ни учеником Юрий Петрович Ни учеником Учеников Но волею судьбы С 16 лет Я очень тесно Связан с Олегом Павловичем Табаковым Я являюсь Его учеником Если не говоря Вот И То Как его учили Он видимо Так же обучал И нас А так как Он нас обучал Он сейчас Требует Чтобы мы Так же обучали Своих учеников Вот Существу говоря Это приемственность Она как бы Специально Это никак Не декларируется Но Это просто В крови сети Вот и все Кстати Это чисто Саратовская Я так понимаю Сергей сейчас сказал О том что Я имею долг Перед этим Театром Да Вот Кстати Когда мне Олег Павлович Призажал В свое время Педагогику Он сказал Он позвонил мне И сказал Мирик Ну что Тебя научили Пора Далее отдавать Давай Да Вы знаете Если говорить о том Как вы говорите Административной части Ответить Я вам скажу Что плохо Потому что В первую очередь Нужно решать Жилищный вопрос Тем людям Которые приезжают И это очень сложно В Москве Это я так Пытался пошутить А на самом деле Конечно Кто приезжает И кто появляется А поверьте Что в нашем театре Появляются люди Не только из Саратова Но из других городов В нашей необъятной родины И мы встречаем Всегда И помогаем И поддерживаем И всегда Это очень Интересные люди И вот Те же люди Которые приходят Из высших учебных заведений Москвы Там да Из разных Тоже это люди Далеко не москвичи Бывают Бывают и москвичи Но всегда Ко всем Как бы Очень хорошие Теплые отношения Мы рады Тем кто приходит В наш театр Я вас приглашаю Всех на спектакль Если поместитесь Я очень переживаю Сейчас пойду Просто на сцену Посмотрю Что у нас там С бассейном Потому что меня Надя ждет Извините Ради бога Еще раз хочу Сказать огромное спасибо За инициативу Саратовскому театру И вообще За ту историю Которая связана С Юрий Петровичем Киселевым Что такой Как бы Проведен Некий итог Когда мы можем С Владимиром Санычем С Игорем Хрипуновым Приехать Как-то Как-то вас порадовать Ну потому что мы Местность И наши ребята Нам помогали Это Михаил Михайлович Мы Наши все друзья Вот Спасибо огромное За Эту инициативу Правильно Владимир Александрович Говорю сейчас Да Которая сейчас Связана с нашим С моим мастером С Юрий Петровичем Киселевым Спасибо огромное За внимание Спасибо Есть еще несколько вопросов Другим Да 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 Везите Просто мне надо На площадку Бежать посмотреть Простите Я ни разу Наш спектакль Из зала не видел Мы играли его в Иркутске Мы играли его в Чите Мы играли его во многих Других городах Но как он идет Это мы только Мы только Обратную связь чувствуем А сами не видели Вот где самый Обратный связь Была у вас Самый Обратный связь Всегда существует Конечно Чем лучше играем Тем она Четче Хуже играем Она вялая Незаметно Пока пауза Я хочу сказать Вот о том Что Хотелось бы В Москве Вот В воздухе Витает Много саратовцев И я Олегу Павловичу Уже говорю Я говорю Давай мы сделаем Спектакль Силами саратовцев В Москве Нас там много Там такая Диаспора Театральная Или Сделать Силами Саратовцев Которые стали Москвичами Здесь Вот как это Сделать Как это Поуместить Это было Больше Я вот тоже Говорю всегда Олег Павлович Давайте Олег Павлович Сделаем Как-нибудь Силами Москвичей Стараемся Стараемся Как-нибудь Пойти Водима Александровича Принимают А я Поскольку Хвостом Сразу Примазываюсь Мы ездим На машинах Нас везде Возят Все показывают Все самое лучшее Все рассказывают Везде Вот где бы мы не были Казалось бы В Астане Казахстан Нас принимали На уровне Зампреда Он Приехать Приехать в Читу И пойти В Ирландский Пап Который Хотел скрыть Понятно Понятно Действительно Что очень Ответственные Гастроли Для меня Потому что Со старым Тюзом Связано Семь лет Моей юности Я помню И люблю Всех педагогов Одним из которых Является Сергей Витал Отпуск и палец Который Спустя много лет Вспомнил Обо мне И вот Позвал меня Я с радостью Откровенно говоря Я очень волнуюсь Сегодня Я уже попросил Артистов Играть чуть похуже Как-то И я надеюсь Что я не разочарую Тех Кто Как-то Принял участие В моем развитии Город красивый У вас Замечательный Я уже не первый раз В этом городе Я был и летом И весной И зимой Меня восхищает И сама река И этот город И мост И маленький И большой И с этим городом Меня еще связывает То, что здесь В 60-х годах В медицинском Саратовском училище В институте Училась моя мама Так что Вернее Училась мама И папа Возможно Что зачат Был здесь Волносительно очень Но вообще Это все И радостно Но город Правда Он у реки И Я не знаю Мне кажется Когда люди У такой прекрасной реки Они широкие Внутри Вот я помню Игоря 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 Вот такой же Ширины Какой-то Я не знаю Продолжение следует Продолжение следует